С 2005 года в нашей стране проходит ежегодная автомобильная премия «Внедорожник России». Выбор победителей проходит в пяти номинациях, которые, в свою очередь, в зависимости от габаритов, делятся на компактные, а также средние и полноразмерные модели. Так, в номинации «Компактные кроссоверы» по версии большого жюри, то есть народного голосования, в котором приняли участие более 12 тысяч автолюбителей из разных регионов, победителем стал новый Renault Duster. По результатам голосования французский кроссовер российской сборки опередил 29 конкурентов, что были представлены в самом массовом классе. Народный выбор в пользу нового Duster подтверждает, эта модель продолжает успех своего предшественника. Со сменой поколений Duster сохранил свою ДНК, но при этом стал современнее в плане дизайна и оборудования. Вдобавок, кроссовер отличается большим комфортом и технологичностью благодаря новой модульной платформе и расширенной гамме силовых агрегатов. Следующая новость от компании Mobilis. Это, на секундочку, подразделение самой группы Renault, что занимается лизингом, каршерингом и подпиской. Так вот, Mobilis неожиданно презентовала новую собственную модель под названием Limo. Седан разработан китайским совместным предприятием JMEV, которое французское Renault и китайское Xinlian учредили специально для выпуска электромобилей. Свободной продажи таких машин не будет, поскольку их планируется предлагать строго по подписке для проката, каршеринга и такси. По формату новинка напоминает нынешний Renault Megane, но отсутствие двигателя внутреннего сгорания позволило сделать салон максимально просторным. В единственной комплектации присутствуют обивка сидений эко-кожей, виртуальные приборы, продвинутая медиасистема, восемь подушек безопасности и камеры кругового обзора. Кроме того, в базовое оснащение включена умная телематическая система, что вполне логично, учитывая узкую специализацию модели. В движение переднеприводную машину приводит единственный электромотор отдачей 150 сил, который запитан от батареи емкостью всего 60 кВт-часов. Впрочем, авторы проекта уверяют, что такого аккумулятора вполне достаточно, чтобы Лима проезжал на одной зарядке до 450 км. Проверить заявленные показатели европейская публика сможет во второй половине следующего года, когда стартует коммерческая эксплуатация мобилайзов. К слову, сборкой машин займутся не французы, а упомянутая китайская СП. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова